Дай почитать. Среди авторов всегда Франсис Мизио, журналист-писатель, сценарист-драматург. Анн Бланшар, круг интересов которой научные издания по истории и книги для детей. И Серж Блох, художник-график. Эта команда авторов-составителей предлагает посмотреть на великих людей, тех, кто оставил заметный след в истории, литературе, политике, искусстве, науке немного с другой стороны. Ведь их биографии и действия – замечательный, увлекательный и захватывающий роман. Я рискнула и приобрела энциклопедию мятежников, непокорных и прочих революционеров. Авторы выстроили любопытную портретную галерею. Здесь Эхнатон, Спартак, Франциск Осийский, Франсуа Вийон, Бетховен, Ганди, Че Гевара из русских мятежников, Петр I, Лев Троцкий и Юрий Гагарин. Тем не менее, например, повествуя о Гагарине, добавляются врезки о Николае Кибальчичи Константине Циолковском, о исповеди Петра Великого, о царе Иване и царевне Софье, о немецкой Слободе, о Северной войне и царевиче Алексея. К чести авторов, портреты мятежников построены на основе автобиографии, переписки и исторических трудов. Главная цель книги убедить читателей, если они еще не убеждены, в том, что существует история мыслей и взглядов, познакомить с детством и самыми замечательными периодами жизни великих мятежников и понять, почему они оставили след в истории. К мятежникам относятся и революционеры, и ученые, и художники, и писатели, и мыслители, все те, кого мир не устраивал. Этим упрямым и настойчивым мужчинам и женщинам удалось способствовать человеческому прогрессу, и нам, читателям, остается восхищаться их мужеством и отвагой. Согласитесь, что мир без мятежников, которые всегда служили вере, надежде и идеалу, не мог бы двигаться вперед. Любопытно, как несколькими штрихами авторам энциклопедии удается создать не только образ человека, но и воссоздать особенности эпохи. Например, про Юрия Гагарина. Нет, не из князей. В СССР не нужно быть князем, чтобы подняться в небо. Они пишут о том, что он окончил ремесленное училище с отличием, техникум с отличием, летное училище с отличием, и каждый раз в скобочках, как учили, восклицательный знак, 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волково, 6А. До новых встреч! Дай почитать!